От нефтегазовых вопросов до резервов роста белорусской экономики и ситуации на мировом рынке. Большое совещание по эффективной работе топливно-энергетического комплекса страны прошло сегодня во Дворце Независимости. Правительство должно быть готово к работе в любых условиях. Президент призывает держать руку на пульсе и не игнорировать негативные тенденции вокруг. Скажем, торговые конфликты, которые с завидной регулярностью возникают между государствами, лидерами или даже новый азиатский вирус, все влияет на мировую экономику и, как следствие, затрагивает положение дел Беларуси. Задача правительства – даже в таких условиях страна обязана развиваться, а доходы белорусов постепенно расти. Прежде всего, экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное – сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне. Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год – год экзаменов. Президент подробно спрашивал, что есть в арсенале правительства для решения всех проблемных вопросов. Ведь многие из них, увы, не в новинку. Весь нефтехимический комплекс Беларуси сегодня работает в непростых условиях. Налоговый маневр основного поставщика сырья однозначно не на пользу республиканскому бюджету. Так, на совещании озвученная страна только за прошлый год недосчиталась около 330 миллионов долларов. Каким образом компенсировать потери в правительстве разработали несколько вариантов сценария. Разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером России возникают с завидной регулярностью уже на протяжении 13 лет. И это несмотря на взаимные обязательства и гарантии. А потому на совещании обсудили и варианты альтернативных поставок. В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти. По 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч. Одна четверть. Ну вот вы мне и доложите, премьер-министр, что сделано для того, чтобы обязательства Россия выполняла. Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себя последствия от всякого рода маневров наших партнеров. Еще раз публично, уже публично повторяю. Все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечить наши обязательства по контрактам на внешних рынках. То есть продажу нефтепродуктов в Европе, Украине, других странах, где мы раньше их продавали. Сегодняшний разговор состоялся накануне переговоров лидеров Беларуси и России. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована на завтра в Сочи. И, к слову, туда вылетят и участники сегодняшнего совещания. Ожидается, президенты обсудят в том числе энергетические вопросы. Напомним, с начала года российские компании из-за ценовых разногласий временно приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ. А стоимость газа в 127 долларов за тысячу кубометров согласована только до конца этого месяца. Россияне ранее заявляли о желании увеличить эту цифру до 152 долларов. С такой позицией официальный Минск не согласен.